Какой-то день сплошных дежавю. Льёт обычный совершенно февральский дождик над Москвой. Ровно пять лет тому назад был убит Борис Ефимович Немцов. Случилось это позднее вечером, и был тогда белый снег. А сейчас льёт дождь. Всё-таки дежавю не повторяется до конца. Но всё же, и это не дежавю, я хочу сказать ещё раз, я сам по себе. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. И я сам по себе. И буду оставаться сам по себе всегда. Для вязчей объективности и эффективности. Что ж, день сегодня интересный. Вот минувшей ночью на оппозиционного блогера из Чечни Тумсо Абдурахманову было совершено нападение. Причём и Тумсо удалось самому там обезоружить нападавшего, который его спящего хотел молотком забить до смерти. Мило, да? Тумсо Абдурахманов известен критикой в адрес официальных властей Республики Чечня и так далее. И вот он вынужденный беженец политическим мотивом. И сейчас в Восточной Европе, насколько я понимаю, в Польше это произошло. Что ж, вот такие дела, друзья. И вот вспоминаю Бориса Немцова. То, что я помню, да, человек это был безусловно яркий. В то же время он был вхож в эти политические круги. И доверия у меня к нему безусловно нет. Но то, что политика российского оппозиционного убили фактически под окнами его главного соперника. И сейчас исполнители убийства хорошо проводят время в местах лишения свободы, судя по фотографиям, которые публикуют блогеры и так далее. В общем, судя по всему, как бы все понятно. Пять лет назад. Прошло пять лет. Посмотрите, как сильно изменился мир, как сильно изменилась Россия, Российская Федерация, как она сильно изменилась. Что ж, послезавтра я пойду обязательно на марш. Если что-то со мной до этого не случится, обязательно пойду. И буду рад увидеть там как можно больше светлых лиц. Вот. Такие вот дела. Потому что чем больше, тем лучше. Иногда приходят поворотные моменты. Вот. Да. И напоследок хочу сказать, что не все книги стоит брать в руки. Я повторяю, что я сам по себе. Почему я буду продолжать вместе со Святославом делать периодические ролики для англоязычного канала. Но мой русскоязычный канал, мой канал основной, это мой канал, исключительно мой, лично мой. И я буду выражать в нем только свое исключительно мнение. И решение я буду принимать сам. Потому что я книгу в руки никакую не брал. И в взаимодействии не участвую. Вот. Такие вот дела. Интересные, интересные творятся события. Похоже, что игруны заигрались и теперь не до конца сами понимают, что происходит. Вот. А происходит много интересных и странных событий. Все же я сам по себе, дорогие друзья. Вот. Потому что принимать или не принимать что-то, я для себя решаю сам. Я не хочу, чтобы кто-то еще нес ответственность за мои действия. Так же, как и виса-верса, напротив, вайс-верса. Вот. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, дорогие друзья. Буквально послезавтра, 29 февраля. Интересно, какая будет погода. Сейчас дождь просто потоками льется. Вот. Я полагаю, что даже если вы не москвич, но случайно окажетесь в это время в Москве, возможно, вам будет любопытно и интересно взглянуть, что происходит в час дня на Страстном бульваре Москвы. Желаю всем вам доброго утра, дня, вечера, ночи, когда бы вы не увидели этот ролик. Вот такие дела. Англии, англоязычный канал, конечно, мы будем продолжать развивать, потому что направление это важное и перспективное. Но русскоязычный канал мой исключительно. Занимаю семья, решение по ему принимаю, потому что он это я. Вот и все. И я сам по себе. Потому что некоторые книги, наверное, не стоит брать в руки просто так. И я сам по себе. Продолжение следует...